всем привет наконец-то наконец-то закончился матч между московским спартаком и циска и циска сенсационно для многих для меня выиграл у спартака ну и давайте поговорим по этому матчу мы вели стрим вот и что можно сказать по матчу главные итоги спартак в очередной раз накупил говна на 20 миллионов спартак в очередной раз взял какого-то тренера ноунейма спартак в очередной раз взял какого-то спортивного директора распичка все вот что я могу сказать что я увидел спартака ничего что поменялось после зимы ничего не поменял спартаке где 20 миллионов где 20 миллионов на которые вы покупали игроков мне можете объяснить где эти игроки что поменялось у спартака я не я приняла не знаю вот смотрите кони да циска купили я динжи купили караскали я динжер берет блять и со штрафного просто ловит как рукой это голубь который по сути переворачивает игру и счет с 1 0 как по сути он является победным то есть я динжи турок этот турок да он дал он он выигрывает матч вы кого купили вот вот как циска усилился да я динжи купили и караскали и видно что игра сразу лучшую списка а вы кого купили спартаке вы кого купили вы кого на 20 лямов шарова шамара николсона вы купили свиного купили холусевича купили там кого там еще я уже забыл какого-то русского немца еще купили у кого на 20 миллионов купили вы сами себе не можете признаться что вы вас вы просто проебались ну блять я я блять все зимнее межсезонье кричал своих роликах что на 20 миллионов накупили говно спартак на 20 миллионов купил говно блять мне говорят нет ничего не понимаешь барзикинг свои ролики выпускают да хороший трансфер спартак хорошо усилился вы чё с ума сошли что вы кого купили блять шмурнов ёпта шмурнов горки я в этом сезоне в этом зимний трансфер ногу больше всего доволен как усиливается спартак я доволен этим усилением чем ты доволен усилением взяли 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 блять убрали рой витарио блять кого взяли ванули блять знаете мне вот нет ухо ощущения что ванули брала лично за потому что он красиво на охуительно одевается стиль у нее стильные очки бля и что ну и что мы увидели в дерби что мы увидели что поменялось после зимы наверно ребят давай давайте честно будем что наверное до зимней паузы да мордор спартак и лучше играл чем сейчас вы зачем брали на место рой витарио ванули ванули ни разу нигде не работал главным тренером да аруи витарио я работал в бенфике и в принципе довольно опытный тренер да и вы в топовую команду спартак так сказать в топовых кавычках уже может сказать да вы берете какого-то ванули вы зачем рой витари убирали ну блять давайте вы для рой витари тоже на 20 миллионов игроков купили бы посмотрели чтобы у него было чтобы было по нему когда подождали еще пол сезона нет взяли блять она купили какого-то хлама и вот итог вот эта игра вот эта игра дерби да со циска это итог зимней трансферной кампании которая была циска и спартака это итог игра была сумбурная мы могли забить и спартак и циска но все решило безусловно мастерство мастерство игроков которые были куплены зиме трансфер на окно вот за нудинов он не был куплен это зимнее трансфер на окно но караскаль очень хорошо себя проявил прекрасно правил принцип второй гол взял это именно он вот первый гол это просто взяла и пытается стопроцентное мастерство я здесь вот просто циска покупает игрока и который просто делает игру забивает победы вот по вот спартачи это трансфер и циска вот пожалуйста циска только за счет в одного трансфер я здесь же он просто берет дерби только за счет трансфера ну больше всего меня возвращается игра спартака у них было большое желание то есть они вот хотели реально у спартака было большое желание но в игре в их ничего нет вообще никаких комбинаций ничего там не было да у промыса был момент когда он нам должен забивать при счете 1 0 да не спартак попадал в перекладину если так говорить и у циска было много момента и циска по мне так выиграл по делу совершенно циска совершенно был выиграл по делу и по моменту из больше всего что меня удивило это отсутствие какой-либо грамотной комбинационной игры в спартака это были просто навалы это просто был какой-то сраный прессинг реально прессинг какой-то да и все у его циска вот и бойко циска там ввел 1 0 они как они убегали контратаки быстро так расчеркивать чуть-чуть чуть-чуть и пошли это видно что тренер работает алексей березуцкий до спартака этого нет даже когда спартака циска играл когда был счет 00 до когда циска позиционно такого было видно их к комбинации то есть как по как мяч ходил до спортака этого нет вообще кто-то скажет ну это только начал работу то хуйня это все это хуйня если менять тренера до было ну на было менять его на не знаю на кого-то другого хорошего тренера поэтому него 0 который не ни одного дня не проработал главным тренером поэтому спартаке ничего не поменялось по сути ну а циска мне понравится циска мне понравился в первую очередь тем что у них какой-то проблески появились игра принципе нормально хорошие трансферы купили да и посмотрим алексей березуцкого все получится и я вполне допуская очень даже допускаю что спартака циска будет в этом сезоне в стройке очень допускаю что скорее всего спартака циска будет в этом сезоне в стройке поэтому такие мои такие мои мысли по поводу этого матча но спартак меня сильно вчера я даже не как они будут как они против лица я будет играть я не представляю там быстро играть увиделись в конце матча до когда счет был уже 20 до конце сам мальчик когда мы когда мозг не попал мячу там с трех метров это был киздец у него зарплата какая-то адская азовнин ваш это же просто днище какой-то 3 миллиона зарплат спартаке ничего не поменялось да и на мой взгляд на мой взгляд в этом матче проигран спартаком в дерби сезон вот такая рпл закончен все парточек не надо строить иллюзий не надо совершенник люди строить никакой гей хеврокубков не будет может он за кубок как-то зацепитесь но там сильные команды но график у вас спартаке из парточек график у вас настолько серьезный последних мальчик да что как бы он финал в стыке не выйти потому что нижний уже от вас на одном очка в одном очке да и вам какие сейчас игры с динамо краснодар локомотив это может быть ноль очков может не быть с такой игрой я не знаю с таким серьезным графиком я скажешь не верю что там какие-то будет стыке это хуйня вполне что он займет спартак 7 8 место может он кого-то обыграет это не тот путь которым надо вам идти этот это видно сразу вот когда пойти когда куман приходил барселона да я сразу в первый матч я увидел что что его надо гнать из барселоны потому что ничего это не построит а его там держать два-три года так же как конного спартаке тоже было это видно сразу фирма также по первому матчу сфанули это видно что ничего хорошего не будет совершенно ничего поэтому такие вот дела спартак проиграл циска и на мой взгляд а спартака этот сезон закончен готовьтесь к новому сезону циска есть возможность войти в тройка может второй даже вместе пишите что думаете всем пока